Легенда об Успенском монастыре Вот уже сотни лет каждый, приехавший в Бахчисарай, стремится посетить святейшее место города — Свято-Успенский пещерный монастырь. Он располагается недалеко от города, в рочище Мариам-де-Ре или ущелье Святой Марии. Не только святость монастыря привлекает сюда ежегодно тысячи паломников, но и удивительное его расположение. Почти все внутренние помещения встроены в скалы, а по бокам обитель окружают отвесные утесы. Как и многие места Крыма, Свято-Успенский монастырь имеет таинственную и до конца неразгаданную историю. До сих пор не установлена точная дата его постройки. Известно, что основали храм византийские монахи около VIII века. Долгое время, с XIII по XIV век, монастырь не действовал, но затем был снова открыт. Позже он опять переживал не лучшие времена. Был беден, во времена первой обороны Севастополя превратился в военный госпиталь, потом был закрыт советскими властями, исполнял роль психоневрологического диспансера и лишь в 1993 году возродился как храм. С XV века Успенский монастырь является главным оплотом религиозной жизни православного населения Крыма. О его основании ходит интересная легенда. Давным-давно не было на этом месте ни монастыря, ни святых обителей, ни людей. Пустынные отвесные скалы вокруг бахчисарайского поселения служили укрытием для пастухов от дождя и зноя, да одинокие путники иногда останавливались здесь на ночлег. Как-то раз, недалеко от высокой отвесной скалы, молодой юноша по имени Михаил пас Атару овец. Только он присел на большой камень, как увидел в скале в семи саженях от земли икону Бога Матери. Пред ней горела мягким пламенем свеча. Тут же погнал юноша Атару домой, чтобы побыстрее оповестить селение своей находке. Недолго думая, жители предгорного района решили забрать икону и укрыть от дождя и палящего солнца. С большими почестями перенесли они ее в дом. Но утром, когда люди пришли помолиться Божьей Матери, оказалось, что икона исчезла. Ее нашли вновь на том же самом месте на скале. Тогда жители селения поняли, что место на скалах священное, и высекли в них храм. Так как явление Богоматери произошло 15 августа, в день празднования Успения Пресвятой Богородицы, храму дали имя в честь этого события. А место, где юноша впервые увидел икону, прозвали ущельем Святой Марии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин